Друзья, всем добрый вечер, доброй ночи. Мы начинаем Midnight Loft Online. У нас замечательные полуночные беседы с участниками проекта Loft Philharmonia. И напомню, что проект Loft Philharmonia занимается вообще молодым поколением музыкантов, которое очень перспективное, поколение конкурсное. Также мы представляем уже маститых мэтров и профессионалов камерно-инструментального исполнительства. Loft Philharmonia сейчас находится на отметке своего четвертого сезона. И в этом году мы запустили новую опцию сольных концертов, так называемых Solo Loft. И каждый вечер, каждую ночь мы приглашаем новых и новых гостей в нашу импровизированную студию. И вот сегодня как раз человек, который принял участие в Loft Philharmonia три раза и должен был принять участие уже и в четвертый раз, это замечательный пианист, всеми любимый Сергей Юрьевич Воронов, который в общем-то в Loft Philharmonia принимал два раза участие с велочистом Макио Хори. Третий раз это был такой перформанс с Еленой Попковой в четыре руки на одном рояле. И вот четвертый раз он должен был принять участие с ребятами, которые уже тоже принимали участие в Loft Philharmonia. Это Андрей Забавников и Мария Урыбина. Всем привет, я вижу ваши, так сказать, ручки. Вот сейчас через какое-то мгновение буквально мы подсоединим Сергея Юрьевича и начнем наш диалог. Всем привет-привет, добрый вечер. Сегодня общаемся у нас, мы получаем экспертное мнение. И вот уже я вижу зад... Сергей Юрьевич, здравствуйте. Привет. Доброй ночи. Как ваши дела? Как самоизоляционные будни? Ну, как у всех, самоизоляционно. Понятно. Ну, чисто пианистический вопрос, как пианист, пианисты. Вы мне скажите, сколько программ, предусольных вы успели освоить и камерных тоже? Ты знаешь, я, когда начались вот все эти дела в марте, мы же готовились к тому, что в апреле будем играть в локте. Да. Это была в этом году для меня следующая программа, поэтому до начала апреля, до известия о том, что мы продолжаем погружаться в этот самый чудесный гарантин, я учил, в общем, это. Потому что программа оказалась большой и довольно, в общем, трудной. Вот. А потом как-то оно все перешло на всякие разные другие дела. Ну, а я не могу сказать, что я что-то такое особенное. Ну, со своей стороны, я могу сказать, что эта программа, я думаю, что она, если училась, то как бы она обязательно будет реализована. Просто другой вопрос, что мы сейчас думаем о том, что если хотя бы расхлопнуть опцию онлайн-концертов, мы сможем тогда предложить хотя бы это участникам, которые не успели доиграть этот сезон, потому что, конечно, то, что было запланировано, но, во-первых, это очень интересная программа и у вас, и у тех людей, которые должны были позже сыграть. Поэтому я думаю, что мы все-таки доиграем. Вопрос только когда? И в каком формате? Ну да, и потом камерную музыку, как играть онлайн? Это же интересно. Ну, имеется в виду, что главное, чтобы мы допустили на какой-то репетиционный процесс, чтобы мы могли собраться, а дальше на концертной площадке обычно это как-то делается. Ну, то есть, собственно, в лофте, без публики, перед камерой, онлайн для аудитории, которая будет смотреть в режиме реального времени. Ну, то есть, у меня подозрение, что это самая такая первая, если она вообще будет. А как ваше впечатление с онлайн-концертом такого характера? Ну, наверное, это то же самое, примерно, ощущение, которое возникает, когда делаешь какую-то запись. Это все равно какая-то воображаемая публика, это все равно какое-то воображаемое волнение, не настоящее волнение. Настоящее. Не волнение, которое помогает. Нет, думаю, что нет. Все равно чего-то здесь будет, все равно будет не хватать. Наверное. Не знаю, я сама, честно говоря, не испытывала это на себе. Мне очень интересно, с одной стороны, это попробовать, ну, потому что ситуация уже сложилась, здесь как бы нужно сохранять какой-то хотя бы оптимизм, потому что я понимаю, что как только запустим онлайн-концерты, вероятно, это будет все-таки первый шаг навстречу к реальности. Вот. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Честно говоря, мне очень любопытно, как сейчас проходят экзамены. Ну, давайте начнем с вашего как бы термшопского опыта, потому что все-таки в заведующей кафедре камерного ансамбля мне любопытно, в каком формате вообще сейчас существует этот предмет и как ребята закончили год или заканчивают сейчас. Ну, у нас очень просто дела обстоялись именно с концом года, вот с аттестацией, с зачетами и всем этим. Самое интересное, наверное, было то, что происходило в процессе обучения, потому что сдать это одно, а вот довести до какого-то такого состояния. То есть понять, что педагогически что-то сделано, это, наверное, немножко более сложная вещь. Ну, а были какие-то опции вот онлайн-занятий? Или это, ну, это же совершенно невозможно в камерном, я так понимаю? Нет, ну, в камерном, понятно, это невозможно просто априори, потому что это невозможно. Вот, я не очень люблю, и у меня это, может быть, с моей техникой, не знаю, получается не очень хорошо. То есть я понимаю, что это не очень для меня, допустим, хорошо. И с одной из программ вроде Skype или Zoom не получалось толком ничего унятного. То есть все равно вот эта замена для меня осталась непонятной, как люди вообще, оказывается, пользуются этим довольно успешно и часто, и даже в обычной жизни, верно. Не понимаю. Это все равно какое-то такое странное, что... У меня результат был, могу сказать, у меня был один такой мальчик, которого я давно знаю, и я примерно, в общем, понимал, что мне нужно, что сейчас происходит. Вот он играет, я понимаю, что вот, наверное, происходит это, поэтому мне нужно путем каких-то сложных выключений, да, вот сделать вывод для себя, что нужно вот сейчас сказать это. Или, допустим, я вижу вот это, значит, я понимаю, что по части каких-то движений или чего-то там еще прочего, там можно порекомендовать это. Но все равно это, в общем, какое-то такое движение почти в тумане. Потом прислал он мне запись, я понял, что вполне себе, значит, получилось. Вот. То есть как-то нащупали вот объект, элемент. Да, да, но на ощупь, в общем. Что касается занятий самих, то в школе у нас была и есть платформа на Google Диске, то есть дети делают записи своих партий, отправляют их согласно положенному расписанию. Кто-то даже делает это чаще, кто-то делает, естественно, реже. Вот, но все равно какое-то такое переднее физическое у нас выходит. То есть получается, как бы, камера выходит, а сейчас вот отслушивание этих партий отдельно, да? Да, отслушивание записи партий. С ума сойти. Вот, ну что делать? Но все равно ведь из этого тоже камера, наверное, сам состоит. Нет, ну понятно, и, конечно, это тоже этап, но просто меня вот порадовал ваш комментарий, что кто-то чаще, а кто-то реже. То есть получается, кому-то удается прогуливать даже в таких условиях. Да, в таких условиях, хотя у нас за этим очень справедливо совершенно сидят, потому что это же учебный процесс. Да, он должен идти так же равномерно, как идет обычно. Ну, понятно. А вот по прогнозам вообще вот, ну, я так понимаю, что сейчас никто не может дать точных прогнозов, но просто грядут как бы там выступительные испытания в школе, вот я имею в виду, ну, те, которые касаются. То есть вообще ничего не по этому, ни по срокам, ни по тому, как будут принимать. Это понятно, это уже есть. Онлайн? Да. Удаленный прием есть. Я к нему отношения не имею, потому что выступают, конечно, не на камеру, да, в специальное отдел. Нет, ну я понимаю. У филиалы уже прошли приемы, да, вот. И теперь будет такой же прием, как я понимаю, в начальную школу в начале июня и в средний класс, где-то ближе к концу. Тоже, насколько я понимаю, это будет не вот так. Понятно. Ну, представляю, что думают по этому поводу не столько даже дети, дети слишком маленькие, чтобы что-то думать, а вот родители уверенно получают удовольствие. Ну, а что думают? Ну, мы попали в такую ситуацию. Ну, война у нас фактически сейчас. Ну, понятно, да. Но я вот все боялась, что кто-то говорит эти слова, но потому что так... Чего с чем не знаю, но да, так оно и есть. И то, что мы имеем возможность прослушать записи, полноценный вид, да, это тоже хорошо. В общем. Есть какие-то конкурсы, которые принимают, вот, да, записи, отборочные туры ведут по записи. Почему нет? Да. Ну, просто, знаете, вот для нас... Ну, да, для нас, для людей, которые никогда как бы с этими онлайн-технологиями так тесно не соприкасались, кажется, все равно вот даже по прошествии этих месяцев ну, чем-то абсолютно удивительным, потому что, знаете, я не то, чтобы к этому как-то ну, там, однозначно там негативно или позитивно относилась. Понятно, что ситуация есть, ситуация в этом, я с вами солидарна. Но мне казалось, что либо отложат этот год, ну, как-то, да, то есть перенесут, ну, пропустят, грубо говоря, год, либо как-то, не знаю, перенесут на середину года, ну, когда вот в случительные случаи там поступают, ну, грубо говоря, там не к началу учебного года, ко второму, там, семестру. Ну, то есть я надеялась, что как-то сохранят эту реальность, ну, потому что невозможно в нашем академическом искусстве по сути вот так вот действовать. Но, видите, как. Да. Интересно. А вот в консерватории? Ну, с учебным годом в школе вот так обстоят дела. Я не знаю, чем в итоге все это кончится, пока вот ситуация идет так. То есть мы сразу же после того, как детям объявили сначала свободное посещение, а педагоги продолжали пройти работу, потом мы стали заниматься в WhatsApp, как-то там еще потом, у нас 1 апреля функционировала Google вся история. Вот. Мы, в общем, не остановились. Вот. И что касается приемных, здесь я информации никакую не располагаю. Я предполагаю, что если все-таки эта наша чудесная история закончится вот сейчас, пойдет на спад, то, может быть, в конце лета сделают какие-то экзамены. Это, наверное, было бы самое разумное. При первой же возможности, да, с всевозможными ограничениями и прочими разными, да, правильными вещами устраивать какие-то экзамены. Но уже прям вот, давайте, въезжаем в учебный год, в обычный. Ну, конечно, очень. Понятно. Ну, посмотрим, ну, будет так. Ну, что ж, пойдет. Я надеюсь, это пройдет. С МШ интересная очень вышла любопытная история, потому что там эти занятия, понятно, что это детские консерватории, детские консерватории, которые, в общем, знают, что могут, как наш покойный Андрей Анатольевич Шишлов говорил, обращаясь к своим студентам, что вот, пожалуйста, в первом семестве приходите до снега, а во втором приходите до зеленых листочков. У нас это бывает, конечно. Вот. Так вот, к СМШ, я был очень этому удивлен, были дети, которые вот в этой ситуации прогрессировали даже лучше, чем в обычном режиме. Объясню, почему. У меня такое было подозрение. Может быть, потому что, когда ведешь урок, большая часть, ну, какая-то часть замечаний, это она все равно улетает, куда-нибудь под рояль. Да, и ребенок все равно выходит, если он не напряжен подопредел, если у него не какая-то потрясающая совсем память, да, то он все равно выносит какой-то процент. Ну, скажем так, больше половины, ну, допустим, унес. Большое спасибо, если не нужно в следующий раз, да, эту же самую половину повторять. Вот. А здесь ребенок, во-первых, присылает запись для того, чтобы прислать какую-то полноценную запись, даже там экспозиции, сонаты. Это все равно посидеть и как-то так вот, да, не остановиться на втором такте, не остановиться в пятом, да, что-то вот такое вообще сделать, чтобы это было какое-то связанное музыкальное высказывание. Да. То есть запись это уже какой-то путь к тому, чтобы было лучше. Вот. Потом комментарии мы, ну, я во всяком случае пишу. Кто-то, у нас то, во что гораст, на самом деле, там, люди не говорили в комментариях, кто-то созванивается потом по телефону, кто-то в нотах пишет, рисует, значит, каким-то образом делает какие-то пометки, кто что может, то и делает. Я пишу все. Вот. Некоторые уроки были просто расписаны очень подробно. И чем это хорошо? Тем, что ты можешь посмотреть и много раз вернуться, много раз просыпаться. Так вот вспомнить вообще, да. Ну, конечно, безусловно. Испоминать-то ничего не нужно, просто вычислить, как бы открыть глаза. И выполнять инструкцию, конечно. Вот. И вот у меня была такая одна девочка, я думал, что, боже мой, сейчас вот мы тут там, уничтожные. Экзинтонные программы будем учить очень долго, это будет очень трудно. Нет. За, в общем, более короткий срок, чем предполагалось, все становилось лучше, 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 и все. Я понял, что это реактивность. Да, оказывается, может быть и так. Из этого, как, еще и тоже мой коллега сказал, нельзя сделать неправильные выводы. То есть, так, конечно, быть не должно. И живое общение это не заменит, и полноценные какие-то уроки это тоже не заменит. Так что, ну, такое тоже бывает. Почему нет. Ну, вы знаете, тут, на самом деле, вспоминается, кстати говоря, опыт и лесу Константина Версаладзе, который я просто не могу не вспомнить, который тоже занимается, когда вынуждены, да, по скайпу, по каким-то там другим технологиям спокойное время, когда нужно срочно что-то там сделать, да, и это тоже работает. На внимании видим. Ну, тут ситуация иная, но просто мне интересен ваш опыт, потому что я понимаю, что, может быть, каждый раз действовать так не будет, но люди попали в стрессовую ситуацию, я имею в виду, дети, и вдруг у них включился мозг. Это очень приятно. Если включился, очень хорошо, да, замечательно. А вот по поводу консерватории любопытно, все-таки какова ситуация с госэкзаменом, потому что тайна покрытая мраком, у меня очень много каких-то знакомых студентов, информация противоречивая, то есть я, честно говоря, не знаю, чем захочется пятый курс именно по камерному ансамбру, я надеюсь, там-то хоть перенесли? Нет, там перенесли, у нас должны были быть экзамены в апреле, но мы перенесли, уже давно есть приказ ректора, мы это перенесли на июнь, камерный пройдет с 11 до 17 июня, в дистанционном формате. Как в дистанционном? Ну как, что это значит дистанционный формат? Это значит записи. А они как соберутся? Ну, соберутся, старые записи какие-то. И какие-то концертные записи. Как? Серьезно? Косэкзамен по наработанным записям до того? Ну, а что делать? А если не успели сыграть госпрограмму к этому? Значит, не госпрограмму. Да ладно. Это прямо сейчас вы меня просто шокируете. Я действительно этого не знаю. Алиса, ну, у нас, собственно говоря, выход какой. Первое, это маразм прислать свою отдельно партию. Ну да. Если, допустим, пианист, который пришлет партию там, соната номер один в рамках на скрипке фортепиано, да, он будет понятно, что понимает в этой самой сонате, умеет ли он играть, опять же, на инструменте, да, при условии, если у него инструмент сейчас не электронный, не какой-нибудь убитый Красный Октябрь, да, где западает Фадик Герс, не работает Фадикар. А скорее всего так и есть, понимаете? А скорее всего так и так есть, разумеется. Ну да. Да, это тоже, в общем, такие вот коррективы маленькие к этому маразму, потому что это вообще одна партия, а не предмет камерный ансамбль, который показывает прежде всего взаимодействие людей, правильно? Это же касается концкласса. Все, с этим как бы понятно. Первый вариант, да, люди, которые не могут ничего больше писать, они эти слова знают, наверное, за счет того, что они сейчас могут прислать. Или мы слушаем этого же человека, как я понимаю, как я понял, который выступал в ансамбле в течение своей обычной концертной учебной жизни. То есть получается совершить какое-то заведено на пятом курсе квантовый скачок, как это с первого полугодия на второй не удастся. Нет, а как? Ну, никак. Ну, просто никак. Просто физических на это возможности нет. Была такая мысль, у нас одна была рабочая такая мысль, сделать технические возможности сейчас, конечно, великие. И человек, например, у нас есть эта девочка, которая, ну, вот попала в такую ситуацию, что камерный диплом вещь очень интересная. Есть же такая, из квартетистов великих, Василий Петрович Ширинский говорил, дядя Галинин Ширинский. Потому что есть такая профессия, вторая скрипка. Отдельная совершенно функция. Вот нужно уметь играть в вторую скрипку. Вот у нас есть девочка одна, которая будет сейчас заканчивать школу, собиралась заканчивать ее в большом цикле Глинки на второй скрипке. Строить партию это есть, ее вообще никто не отменял. Без нее сексет не сексет. Но если мы ее отрежем и просто вот она сыграет бедное, несчастное и придется так сделать отдельно, то это будет конечно зрелище. Для комиссии какое-то не такое. Я не скажу, что жалко, это можно сделать конечно хорошо, но мало что будет понятно. Идет в которой ничего не можем, потому что репертуар мы не можем сейчас менять так быстро, потому что у них кроме всего прочего еще специальность. И это 11 класс школы это еще и простите поступление. И теоретически там полно хлопот и всех остальных там хлопот полно, потому что школу надо заканчивать и еще процесс не опасен. вот. А вот просто нечего делать. Ну да, а животрепещущие вопросы, которые мне не дают покоя с тех пор, как я выпустилась из аспирантуры. Как поступать в аспирантуру? Как поступать? Не знаю, с аспирантуру что будет вообще в этом году. Я думаю, что все-таки наверное передвинуть тоже. Скорее всего. Ну, потому что там есть такие предметы, знаете, там помимо специальности, там есть но плохое в конце концов без него аспирантуру. Нельзя никак. Ну, я думаю, что все вещи, которые касаются приемов и вот приемов чем старше, да, тем с этим в общем будет наверное это будет немножко поликами. Закончить-то нужно, потому что инерция вот этого образования, инерция движения к диплому, инерция к какому-то концу, она есть. Ей не надо препятствовать. Вот это вот вещь, которую слава богу у нас в ЦМШ с этим получилось очень хорошо. Потому что все все понимают, потому что сейчас это движение остановит грех. Почему мы учились за годы учебы, да, вот эти вот частные два месяца, которые перед дипломом, они в общем существенно уж настолько картины не поменяют. Интересно, что будет если не дай бог. Аховая история, все это. Ну, аховая история, все это, конечно. Ну, а что делать? Или шаховая? Разумеется. Шаховая, да. Нет, ну вы сейчас просто пролили свет на добрые последние два месяца, понимаете. Мы тут занимались креативом, мягко говоря. Видите, я даже запустила вот онлайн-проект филармония вот такой формат для того, чтобы поддержать музыкантов аудиторию. Я сама запустила уже менеджерский подкаст, потому что надо что-то делать, нельзя как бы загибаться на ровном месте. Но то, что происходит в учебном процессе, это, конечно, отдельная история. Знаете, меня вот опять же с тех пор, как я закончила аспирантуру, учит еще один вопрос, который уже не относится как мне к сегодняшней ситуации, а вообще в целом. Ты живешь в таких мыках живешь вообще. Да. Наконец-то мы можем это обсудить, потому что это очень наболевшее дело. Вот смотрите, когда я проходила этот колоквиум, он сегодня покоя не дает, я просто поняла, что консерватории нужно предложить один очень важный предмет, называется история камерной в языке отдельно. Не вот это вот огрызок, который читается в курсе истории музыки, в целом, потому что этому реально уделяют очень мало внимания и получается, что абсолютно все вооружены, то есть это уже дальше их дело, как они там готовятся к колоквиуму по всем специальностям, кроме одной камерной. И реально можно разгуляться, оторваться и задать любой вопрос, на который человек не ответит, потому что ему этого как бы никто не преподавал. Вот здесь есть какое-то соответствие. Просто я думаю, может быть, можно как-то на кафедре этот вопрос когда-нибудь спокойное время поднять и предложить как отдельную дисциплину хотя бы для тех, кто готовится поступать в камерную аспирантуру. Например, на последние полчаса. у нас каждая сентябрьская вот когда с тех пор когда прием аспирантуру стал летний, каждая сентябрьская первая кафедра проходит вот в обсуждении и вот таких вот полуобручных каких-то вот таких вот выступлений по поводу того, что поступали в аспирантуру, вот насколько же они вот в массе своей ничего не знают. Тут там спрашивает человек, который играет про опера рахмань, но молчание какое-то. Спрашивает вот буквально какой-то шажок вот совсем ну вот совсем в сторону, чуть-чуть. Да, все. Уже просто обвал и какой-то обрак или кювет или все что угодно. Я думаю, что у меня складывается такое впечатление, я там не сидел никогда, но там проверяют человека на какую-то образованность такого общего плана. О, нет. О, нет. Совсем нет. Нет, нет. Вообще нет. Да, сейчас единственное, что у нас в комментарии, мы сейчас продолжим эту тему. Тут эхо. Черт, нас обсуждают. Так, кто там? Это кто? Это на самом деле Аня Тамаркина, вы не пугайте. Я вижу, да, я понял, что это кажется на ней. Сейчас, если я вытеку. А у меня звук не пропал, го. Нормально? Нормально? Да. А эхо все равно есть. Хорошо, хорошо. Нет, а тут просто пень пишет, Аня пишет, смерт, понятно. Так, а давайте поменяемся. Давайте вы и вы выключите наушники. А мне так хорошо в наушниках. Ну, вытаскивайте. Алло, как? Ребят, пишите, так слышно? Петя, напиши. Да. Эхо есть. Отлично. Так, ребят, напишите, как нас слышно, потому что мы продолжим. Маккейн. Так. А мне нравится ваше эхо. Ну, понятно, как обычно. Это Ева пишет в Резону. Вы всех не знаете по никлеймам, и тут все наши сидят спокойно. Да, супер. Так, мы продолжаем. Все чудесно. Нет эхо. Отлично. Значит, смотри, Сергей Юрьевич, возвращаясь к теме коллоквиума, значит, там такая система. Они задают сначала, там, это три круга ада, на самом деле. Первый вопрос по программе, потом по истории музыки, опираясь на программу, а потом, значит, по искусству вообще опираясь все еще на историю музыки и программу. То есть, на самом-то деле, там копнуть есть, ой, как где? И они начинают пианистов спрашивать по струнной квартету, как заведено, да, там начинают задавать вопросы. Ну, будут сумасшедшие какие-то. Я помню, что кого осудили в стенах консерватории в 60-е годы, кто был поэт, вот, ну, все. Там нормальные были вопросы в привязке к санате Шнитке. Понятно, ну, да. Ну, они... тут поведет, там поведение, я думаю. Ну, да, просто у меня такое вот есть наивное предложение, может быть, когда-нибудь это можно будет озвучить и предложить в виде факультатива или еще какой-нибудь активности, потому что, мне кажется, что абитуриенты были бы в аспирантуру очень благодарны такой, как бы, помощи, такой нитки, потому что иначе... это вообще нужно. Вообще это нужно. Да, да, потому что иначе превращается просто в какую-то вообще лотерею, как бы, ну, это и так, в принципе, в чем-то игра в русскую рулетку, но тут, короче говоря, у меня есть такое пожелание. Потом, знаете что, вот у меня еще к вам вопрос, вот когда вы заканчивали консерваторию, аспирантуру, вот у вас не было ощущения, особенно потом уже, спустя какие-то годы, может быть, даже сейчас уже, что в консерватории не хватает нескольких предметов, например, активности? Каких? Ну вот каких, не знаю, вот не было ли у вас такого ощущения, потому что мы это активно обсуждали вот с нынешними выпускниками и пришли к некоторому, так сказать, варианту ответа. Я потом с вами поделюсь, скажу, что мы там нарыли. У меня таких ощущений, я начну сразу с какого-то такого конкретного ответа. У меня таких ощущений... Так, висим. Висим. Что вообще стоило бы как-то очень активно и очень яростно и непростительно требовать иностранный язык или два языка. Хорошо, принимается. Согласна, поддерживаю. Просто совершенно вот чтобы это было очень жёстко и на каком-то очень высоком уровне. Ну а вы бы, например, хотели английский и какой-нибудь там, не знаю, итальянский или французский, немецкий, типа, чтобы был выбор второго? Всё равно. Всё равно, чтобы было какое-то вот знание языков другого, конечно, уровня и другого, ну как сказать, другой активности, наверное. Чем это сейчас? Хорошо. Это, например, это же нужно для аспирантур. Правильно? Да. Вот. Раз. По части каких-то гуманитарных вещей, не знаю, может быть, может быть. Менеджмент? Не знаю. Не знаю. Нет? Не буду. Актёрское мастерство? Нет. Наверное, нет. Импровизация. Искусство импровизации. Я тебе скажу, как такой отличник, можно сказать, почти махровый. Я, когда учился в консерватории, я ходил всё время и всюду. Вот. И на философию я ходил на первом курсе. с большим удовольствием. Так, опять висим. С большим... Так, зависли, ребят. Прям основательно зависли. Ребят, мы основательно зависли, что-то у нас сегодня с трафиком. Видимо, такое просто напряжение в этом разговоре, потому что разговор очень интересный. Ой, просто давайте соберём заново аудиторию и попытаемся восстановить сейчас Сергея Юрьевича здесь в сети. Что-то у нас заглючило прям конкретно. Ну, бывает же. Ну, что разговор классный. Когда ерунду обсуждаем, ничего не висит почему-то. Видимо, Московская инсерватория блокирует. Ну, ничего, сейчас мы прорвёмся. Так. Есть? Есть? Ну, а что видите вы? Я вас только слышу. Я всё прекрасно вижу, замечательно всё прям. Да? Лучше не бывает. у меня не отображается в интерфейсе, что вы подпечились. Да, я есть. Так, ребят, вы вообще видите Сергея Юрьевича? Всё видно, все пишут. Ну, ладно, хорошо. Потому что я вас не вижу. Тогда всё интереснее. Понятно. Так, а теперь вот, видимо, всё видно. так, ещё раз, ребят. Есть? Есть. Хорошо. Продолжаем. Ну, так вот. Я, да, скромно начинаю говорить про себя, про свои консерваторские годы. Я ходил везде. И зарубежную музыку всю, и русскую музыку всю, и Ирина Владимировна Степанова вообще всю. Вот, это, конечно, да. Поэтому я могу об этом, о полноценности этого образования, как-то судить, в общем, неплохо, наверное. Всего там хватает вполне. Вот, кроме, пожалуй, культа камерной музыки. Ну, вот, кроме каких-то, то есть, то, что есть, оно сделано очень здорово, оно сделано очень правильно, и мне кажется, что тут лучший враг хорошего. Возможно, да. Возможно, нужно делать какие-то, я не знаю, там рефераты вводить, как-то вообще людей, которые, допустим, занимаются камерной музыкой. А, да, просто, если подумать тоже, про конскласс, да, там же есть колокольм, да, вот, есть ежегодные все эти подготовки, да, и все создают оперы, и все это, в общем, все очень сильно учат, да, по камерам такого нет, конечно. Может быть, стоило бы просто вот восполнить. Ну, да, мне кажется, что это вообще очень интересно, и к тому же, знаете, вот меня там мысль посетила не только в связи с колокольмом, как бы, аспирантуру, но это так, это я больше шутила, а вообще, ну, в принципе, да, вот сейчас интерес к камерной музыке за последние пять лет, вот, в Москве, но ведь резкое было улучшение, такое, тьфу-тьфу, я не знаю, что будет сейчас, но потому что стали открываться проекты камерной музыки, какие-то площадки стали появляться, покупаются, рояли, ну, вот у меня масса примеров, например, там, этот частный музей собрания, там, школа Крю, это объединение, которое вот, ровесник, в принципе, Локта, которое действует, там, не знаю, в музее Скрябина, ну, в конце концов, эти постоянные камерные вечера в акварельной, в школе акварели Андреяки, да, то есть, как-то все это вот начало развиваться, и мне показалось, что люди даже сами тянутся больше, ну, к какому-то именно профильному образованию, ну, когда они уже заканчиваются, ты тут, там бы хотелось копнуть глубже, да вот только, ну, получается негде, только бери и читай, а иногда, знаете как, ну, все-таки хочется, чтобы кто-то тебе указал на какие-то уже протоптанные дорожки, ну, а потом уже в этот, не знаю, открытый океан, пожалуйста, там, плавай, читай книги, не знаю, играй все, что хочешь, ну, вот как-то так я это для себя определила, как вам кажется? Ну, да, возможно, конечно, да, это нужно просто все восполнять. Просто, знаете, вот у меня тоже, у меня еще такой вопрос по поводу камерной музыки, давайте поговорим, давайте вернемся к самому нашему интересному объекту, к нашей интересной теме, вот, как вы считаете, в консерватории, вот, какова сейчас ситуация, вот, по приходу, например, публики на камерный концерт, потому что я вот, то, что я видела за последние месяцы, это как бы, ну, далеко не все, все-таки вы видите гораздо больше, ведь вы там каждый день практически, какова сейчас ситуация? Ой, не знаю, ей-богу. Вы не ходите на концерты? Я не часто хожу на концерты. Ну, хорошо, когда вот вы выступаете, ну, там, с камерными инструментальными программами, как бы, ну, что вы видите в этих залах? Это много людей, половина, полный зал. Я так думаю, что, может быть, я в данном случае не прав. Я думаю, что все-таки первым делом идут на исполнителя, или исполнителей. Так. Вот. Поэтому, соответственно, этому образуется посещаемость. Что там Петя пишет про философию? Я сейчас скажу про философию вообще ужасную, может быть, вещь. Ну, собственно, не ужасную, потому что вы все, мне тоже, в общем, много лет, вот, чем, наверное, аудитории, которые там сейчас пишут, вот эти комментарии про философию. Я, мой год, аспирант, мое обучение в аспирантуре, это последние годы преподавания РПОПО. Да, это известнейшая фигура. Я туда пошел специально, потому что у пианистов был выбор, ходить или не ходить. Можно было как-то там что-то ограничиваться каким-то там минимумом, а можно было ходить. Шесть часов, каждый вторник. Это у нас были такие черные вторники. Да. Три пар подряд. О, Господи. Лекции, потом семинар, потом еще два часа, еще лекции. Вот. И я могу сказать, что это явление выдающееся, потому что это все было настолько точно, это все было настолько структурировано, это все было, подавалось на таком, ну, как сказать, в таком качестве, которое вообще, вот, пойди, выработай. Поэтому все, да. Это тоже личность. Я помню, что Ельяса Константиновна когда спрашивал меня, да, вот чего ты там, это самое, идешь, куда там, я говорю, вот там философия, у меня Робопорта, она говорит, о, это большой ученый. Сказал без всякой иронии совершенно. Вот. Я действительно понял, что это действительно человек, который, во всяком случае, очень много этим занимался. Понятно. Ну, все эти самые советские дела, да, все эти партийные, всякие разные прочие его какие-то там, да, годы. Можно сказать. А Петя все опять пишет, что философия на уровне, но философия на уровне. Не знаю. Серьезно? Нет, он хорошо читает. Роман Юрьевич, он хорошо читает. Философия действительно. Ну, по крайней мере, для тех, кто хочет в этом разобраться, я думаю, что зеленый свет, да. Ну, что-то у Пети есть эти самые оправдательные комментарии по поводу философии. Что такое? Давайте не будем философски. Хорошо, много. Сергей Юрьевич, а вот все-таки... Да, вот возвращаясь к этому самому вопросу. Поэтому мне кажется, что здесь нет какой-то привязки к камерной музыке или не камерной музыке. Понятно. А вот вообще как бы за, не знаю, за всю свою как бы карьеру, за всю свою жизнь музыкальную, вот какие вообще у вас были самые запоминающиеся там проекты или перформансы, то есть, может быть, не всегда в классическом понимании, или вот, ну, что-то такое, вспомните, яркое. Яркое, касающееся посещения концертов? Ну, нет, не посещение концертов, а может быть, целых форматов. Нет ничего? Все было очень академично? Части форматов нет. Нет, все-таки мне приходилось сталкиваться больше с какими-то обычными совершенно форматами. Хорошо, тогда, а вот такой вопрос по поводу, ну, филармонической, допустим, деятельности, ну, как бы разной филармонии, разные регионы, ну, неоднократно вам приходилось играть в том числе камерную инструментальную программу. Вот у вас есть какой-то там, не знаю, вот топ, допустим, топ-лист, назовем это так, тех филармоний, которые, ну, вот, очень хорошо относятся именно к камерной инструментальной музыке, потому что, почему такой вообще вопрос возникает у меня, потому что, ну, знаете, принято считать было до недавнего времени, да, что, как бы камерная музыка, но мне тяжелее собрать людей в регионах, то есть, как бы одно дело, клипы, которые играют с оркестром, там, концерт Сибелиуса, Личи Коска, ну, понимаете о чем-то, да, то есть, как бы есть какая-то классика жанра, вот, очень такой узкий менеджерский подход, когда вот пять программ, и вот они там как-то продаются в сезон, а вот камерная музыка, не дай бог, будет там, Санатова Баджаняна, там, Дианачика, там, ничего не знаю у кого, вот это вот уже сложно, это никто не пойдет. Вот те филармонии, которые вас порадовали, вот, своим, как бы, антипримером, то есть, наоборот, положительным отношением, это какие филармонии? Я скажу так, наверное, все-таки это зависит от вообще стратегии выстраивания концертной жизни в том или ином регионе. Я помню прекрасно, как мы приехали с Ириной Васильевной в Очковой, как раз год ее 70-летия, первая наша такая полноценная программа, это был весь камерный Равель. Значит, две сонаты, трио и с Олегом Бугаевым, и с Олегом же они играли двойную сонату. Ну, еще мы играли цыганку, естественно, в общем, весь Равель, который на скрипке может звучать, и он звучал. Мы приехали в Саров, вот, закрытый город, да, город, который славится тем, что там играют всякие разные выдающиеся люди, то есть, такая вообще культурная очень местность. И потом как-то вот так вскользь мне сказала одна дама, которая занималась организацией, что я вот специально выстраивала репертуарную политику начала этого сезона, так, чтобы вот на этого Равеля захотели пойти. чтобы скрипки было мало, чтобы такой музыки, вероятно, было тоже немного, да, чтобы это было как-то гармонично. Вот, наверное, от этого зависит очень многое. Ну да, я тоже в последнее время тоже сталкиваюсь с людьми, которые, ну, как бы, художественные руководители, конечно, от человека главного очень много зависит, то есть, просто если он видит целиком этот сезон, как бы, вообще думает о чем-то, когда его выстраивает, это один разговор. Тут я, конечно, с вами полностью согласна, но я, в принципе, сталкивалась с другими, как бы, совершенно неадекватными, ну, какими-то мнениями, что, как бы, ну, что такое камерная музыка, частично в филармонии, как бы, регионов, они меня поразили тем, что нередкая ситуация, ты заходишь в камерный зал, а это, как бы, ну, не камерный зал, а камерный зал, в котором справляют свадьбы. Ну, то есть, это свадебный зал, который, ну, никакого отношения к концертам не видит. Вот, допустим, последний опыт, люди говорят, в той филармонии, которая, ну, вообще там не то, что ни один зал, там три зала, да, там органный зал, камерный зал, большой зал, это филармония Белгорода. Белгород, да, я уже поняла. Да, куда я возила свой проект, но вот камерный зал, да, это действительно, там просто нет рояля, может быть, у них появится что-то поменять. Ну, не было рояля, мы играли там в рояле, там был рояль. Нет, рояль есть в органном зале, есть такой, достаточно старенький, но хороший, стэнвэй в большом зале. А в камерном, там шаром покати, там только цветы и счастливая жизнь. Что-то я не очень понимаю, потому что мы с Ириной Васильевной как раз играли в Белгороде, это был небольшой зал точно. Орган, это был такой, орган там тоже не было. Ну, может быть, они его установили только-только, но как бы это уже... Там был рояль, все нормально было совершенно, рояль вполне себе. Ну, просто вот эта вот история, она меня сразу тоже отправляет не совсем в филармонию, но вот в то место, где, собственно, Павел Герштейн работает, боюсь соврать, называется База симфонического губернского оркестра, как Трамского. И вот там тоже такая же, что там Безендорфер большой стоит в большом зале, и там все нормально, обычный зал. В фойе стоит маленький Безендорфер, там мы, собственно, играли камерный зал. Но есть еще один зал, который называется Камерный, так назло. И он свадерный. Я поняла, что там дэнса какая-то... Ну, неважно, это такая как бы шутка, прибалутка. Понятно. Хотя на самом деле это правда. Ну, да ладно, бог с ним. А вот то, что касается камерных фестивалей, вот вообще, какие у вас были за последнее время, ну, вот такие интересные программы, интересные какие-то опыты по участию камерной музыки, ну, может быть, в Москве, может быть, в регионах, скорее всего, в Москве, мне кажется. Столько такой огромной изобилия, там эти зимние грезы, то есть там еще что-то. Ну, просто я немножко не в курсе, хотела вас разузнать. Нет, я как-то, моя казарная жизнь довольно, так сказать, в спокойном каком-то ритме складывается, вне всяких таких фестивалей, это какие-то точечные просто проекты. То есть, получается, одежда в гармонию снова, да? Ну, в гармонию это такое очень приятное, приятная очень часть вообще концертного сезона, которая могла была бы быть. так получилось, что в этом году вот он у меня фактически и не состоялся сезон. Вот, большая часть у меня хочет та его часть, которая касается именно 20-го года. А до того были всякие разные такие вот небольшие вещи. Я в прошлом году почему-то вот сыграл две такие первый раз для себя Махины, три у Чайковского первый раз и Крейцерову. Ого. Да. И Крейцерову пришлось выучить, причем у меня есть замечательный приятель литературы ветв, вот, который читает лекции научно-популярные в том числе вот, значит, он спрашивает да вот что такое Крейцерову сонат? Вообще ее играют, слушают? Конечно, играют, услуживают, вообще она есть. Да, ну давайте, вот, значит, выучите, ну, я буду рассказывать про повесть Толстого, вы будете говорить и вот таком и вышло, что пришлось Крейцеру выучить и вот несколько раз играть. Так что вот в этом году один, собственно говоря, это было, по-моему, и это и было такое единственное такое настоящее выступление в этом году. Понятно, но мы поправим ситуацию, я же говорю, только я не знаю пока в каком формате, но, знаете, Сергеевич, я вам задам каверзный вопрос, он, скорее всего, каверзный, который касается Лофт Филармонии, вот, вот эта вот опция модерации, которая мне тоже не дает покоя, но вы же знаете, для чего как бы я ее придумала, не для усложнения жизни артиста, но вы как человек, который три раза через это прошел, вы мне честно скажите, как это было с вашей стороны? Потому что с нашей нам очень понравилось и все было прямо супер, но вот каково это для вас совмещать как бы говорение, игру, харизму, все вместе? Всякий раз по-разному, я не могу сказать, одного какого-то ответа нет у меня на этот вопрос, потому что все зависит от, как мне кажется, вообще от состояния волнения перед игрой, потому что бывает, что волнение сильное и не очень хорошее, и такое бывает, и вот все сейчас студенты, ученики должны стоять, которые сейчас здесь есть, они должны знать, что это вообще у всех есть. Вот, и бывает, что нужно быстро выйти, быстро начать играть, чтобы эта стрессовая ситуация, она как-то начала сразу, конечно, перелом там никакого не происходит, да, но постепенно что-то там может быть произойдет, может быть, не произойдет, но в всяком случае попадаешь в какое-то другое измерение и начинаешь как-то уже существовать по его законам, вот, а бывает так, что как-то вот так совсем хорошо, что можно даже и поговорить, и даже как-то да, вот что-то такое сказать очень свободно и раскованно, потому что, конечно, я бывал на некоторых концертах, в частности, когда, допустим, дети у нас Ценшовские играли в лофте, да, что они с этим не сталкивались никогда, что людей, которые вот так вот раз и как-то мода себя повести, вот, нас мало, вот, они, конечно, к этому всему готовились, я думаю, что для них это был больший стресс, чем игра, что-то такое внятно связано и информативно подать перед тем, как, значит, какая-то игра возникнет, вот, то есть, получается, что мои догадки, что как бы с каждым разом все легче, вы только что как бы их разбили на самом деле, нет, я понимаю, что каждое выступление, оно индивидуально, да, и то, что вы сказали, совершенно справедливо, но вот я думала, что какой-то вот этот навык вы можете все-таки наработать, ведь ты уже на автомате выходишь, конечно, конечно, безусловно. Ну, потому что это же не было придумано как пытка, да, вот даже сейчас мы с вами сидим, по сути, в таком хорошем артистическом бэкстейже, да, то есть мы могли, ну, грубо говоря, созвониться по видеоконференции и все же самые вопросы обсудить между собой, да, это было бы, ну, наверное, так же плюс-минус, да, но у нас есть вот несколько десятков, да, человек, которые это все слушают и, в общем, там то же самое, да, что как бы это бэкстейдж, в который как бы вовлечена аудитория. Ну, да. Да, ну, потому что как бы самые разные, я уже слышу мнения по поводу модерации, ну, просто к чему началась разговор, что очевидно, когда это будет, если будет онлайн формат, то, конечно, модерация будет тоже преобразована. Нет, она просто будет другой. Нет, она будет. Не надо вообще, вот не будет, вот не будет, это все ненормально, это все кончится, и все будут ходить, обниматься и все такое. Нет, а серьезно, вот знаете, кстати, вот тоже, давайте, раз уже это упомянули, пойдем по этой скользкой дорожке, по этой скользкой дорожке оценки ситуации. Вот смотрите, Борис Лифановский, классикал, мюзик и дюйс, да, ну, все, конечно, читали ленту союзбука и в курсе, что он проводит мониторинг аудитории, то есть он задает каверзные вопросы, ну, типа там, а вот если будут сажать в больших залах, там, в шахматном порядке, будете ли выходить на эти концерты, ну, все в таком духе. Вот давайте глобально. Как вы думаете, когда нас всех расхлопнут и уже можно будет играть нормальные концерты для живых людей, так сказать, а люди-то пойдут, или они будут бояться, или они, наоборот, очень сильно соскучатся, вот как, как вам кажется? Будут ли у них деньги туда ходить? То есть вообще, какая вот перспектива? Это вопрос интересный по части денег, потому что, если наполнение зала будет в вынужденном режиме не таким, да, на какой оно есть в нормальной жизни, ну, если цены будут другими, понятно, что здесь ситуация, ну, просто изменится, потому что она не сможет не измениться. Это раз. Вот. Что касается соскучились, не соскучились, этого вопроса можно было не задавать, естественно, все-таки. Потому что, конечно, у нас, в общем, никуда за два месяца интерес к классической музыке не делать. Вот. Пойдут, конечно, а что делать? Хорошо. Тогда давайте копнем глубже. Вот, поскольку мы здесь поддерживаем аудиторию не только друг друга, не будем эгоистами, какой бы совет тире рекомендацию, во-первых, вы бы дали, ну, вот, с музыкантом, которые сейчас уже на стенку залезли, то есть я имею в виду тех музыкантов, у которых концерты, ну, то есть не студенты, студенты хотя бы сейчас заняты, как бы у них мозг, это учеба этими онлайн-записями, да, то есть они как бы, ну, в общем, в процессе. Но есть уже, вот я наблюдаю такую черную депрессию, в которой мы так постепенно все скатываемся. Вот, как не дать себе засох? Вот, как может быть, не знаю, почитать что-то интересное, послушать? Я уже понимаю, что никто ничего не может слушать, но все-таки, вот, какую бы вы дали рекомендацию для музыкантов, я думаю, ну, послушайте, если у вас нет никаких других жизненных проблем, ну, почему? Совершенно бывают разные ситуации сейчас, да, у людей, потому что, если не говорить о музыканте, кто-то лишается работы, да, кто-то, соответственно, лишившись работы, допустим, теряет возможность снимать квартиру и вынужден куда-то уехать. Вот это я понимаю вообще перелом в жизни, да, если вы сидите, дома, да, если вам есть на что сидеть дома, вот, а что, собственно говоря, изменилось? Ничего не изменилось. Ну, это у вас крепкие нервы, это у вас крепкие нервы, вы не знаете, что здесь у нас говорили в онлайне, люди уже на люстру залазят и уже ходят по перилу балкона, вот так, потому что дома уже просто, ну, нервы не выдерживают сидеть, хочется пойти, в принципе, я их понимаю, хочется хотя бы выйти, там, в близлежащий парк, ну, вот здесь у меня рядом огромный парк закрыт уже два месяца, да, и как бы единственное место, куда я могу пойти, ну, потому что я как любому нормальному теку, выходя из дома, ну, нужно, во-первых, как бы береженого и Бог бережет, если проверен, как бы, ты идешь четко в магазин и четко как бы обратно, как бы ты там не обходил все дома по дороге, все равно нет ощущения праздника, что называется, ну, и, конечно, хочется хотя бы погулять, но я так глобально в смысле слова думала, что может быть, ну, как бы, Алиса, потерпеть, а потерпеть, но мы терпим, терпим, видите, я тоже, я себя заняла, неужели, неужели никто, Леня, привет, неужели никто не лежал в больнице долго? Нет, лежали, мы не хотим его вспоминать, мы лежали. Например, да, и ничего совершенно не было по этому поводу, наверное, ну, и да, и, значит, нужно как-то через это перейти, при этом мы не лежим в больнице, в общем, да, я имею в виду тех людей, которые, слава Богу, здоровы, да, и слава Богу, которые могут сидеть и заниматься. Или читать, или имея, ну, с интернетом сейчас я так понимаю, что большей части вообще проблем никаких, да, или иметь возможность погружаться в какое-то еще вот пространство, которое нам предоставляют музеи, концертные залы и все прочее. А вот ваши отношения, хотите, вот к виртуальным концертным залам, допустим, потому что, смотрите, то, что сейчас, ну, как в Батрии там доступ, та же Берлинская филармония, там, или Венская опера, это все замечательно, ну, кстати, вот вы смотрели это или нет? Нет. Так, хорошо, тогда этот вопрос, как бы, адресован специально вам. Вот у нас есть виртуальный зал филармонии 2, да, допустим, вполне себе профессиональный, который был уже построен, ну, вот специально под эти нужды, что вот виртуально, все по билетам. Как вы думаете, вообще это имеет какую-то перспективу для нашего менталитета? Если это будет в нормальной жизни функционировать так же, как сейчас? Ну, ну, да. Ну, почему нет? Ну, так разница только в том, что, как бы, за онлайн-концерты, за рубежом, как бы, это все за билетом, а у нас это, как бы, обсуждаемо. То есть, просто у нас, как бы, фишка в том, что за виртуальный контент, музыкальный, ну, или любой другой, люди, ну, как бы, не привыкли платить. Вот как вы считаете, кто в этой ситуации прав, а кто как бы, нет? Есть ли тут какой-то ответ? Нет, какого-то такого ответа, наверное, который бы всех удовлетворил, наверное, нет. Я думаю, что люди, которые представляют наполнение вот этого самого пространства, да, они должны что-то за это получать, безусловно. Наверное, то есть, получается, это как бы, то есть, телевизор. Вот так вот включил, да, посмотрел, и ой, как здорово, и выключил, пошел дальше. Наверное, все-таки нет. Это какое-то целенаправленное должно быть действие, с точки зрения слушателей, конечно. Безусловно, почему нет? Хорошо. И еще более такой глубинный вопрос. Вот вы как человек, который все-таки старше меня, вот, уважаемый, работающий в таком замечательном заведении и не одном, вот, как вы относитесь к такому вот понятию, как сплав искусств, когда все, конечно, эти вот виды искусств, которые принимают участие в этом миксе, они, конечно, выполнены на должном уровне, то есть то, что процветает за рубежом, давайте не будем брать, что-то суперагрессивное, ну, какие-нибудь иммерсивные форматы или там перформансы, когда даже самая камерная музыка, да, она продолжает быть, естественно, самоценной, да, но при этом она дополнена чем-то. Ну, или не обязательно это именно, как бы, издевательство над теми произведениями, которые уже написаны, может быть, я специально пишу, какие-то такие вот миксы, просто в этом принимают участие как бы академические музыканты, плюс еще там что-то, потому что вот у нас все эксперименты, честно говоря, заканчиваются на том, что соединяют максимум художественное слово с музыкой, что я ненавижу, кстати говоря, да, то есть что для меня вот является абсолютно каким-то стариковским таким жанром, вот пусть меня просят те, кому это нравится, вот, вот как ваше отношение в более таким прогрессивной форме? Я думаю, что если талантливые люди делают что-то талантливое, то это в любом случае хорошо, наверное. Мне сложно сказать, потому что я не очень понимаю, на что я мог бы вот сейчас ориентироваться, что я мог бы в своей памяти вот таким образом восстановить, чтобы сказать, да, вот это было вот там, вот то, 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 и это было здорово. Но вот, к сожалению, вы не можете действительно, потому что вот даже тот формат, который я тогда приглашала, работая в Доме музыки, вот он бы, наверное, стал для вас какой-то точкой отчета, потому что, ну, опираясь на те концерты, которые все-таки были проведены с другими участниками. Метро, да? Да, метро. Я могу сказать, что это было, это было хорошо. У меня, конечно, голубая мечта, это восстановить. Я не знаю, как. Можно в меньших объемах это делать. Может быть так, чтобы это не было связано с какими-то уже такими, как это называется, маркетинговыми всякими разными делами. Что вы имеете в виду? Я имею в виду меньшего размера зал и меньшего размера, соответственно, траты. Ну, да, я думаю, идеально подошел Зил под эти нужды, потому что... Вполне себе, да. Да, но вероятно, что, может быть, когда-нибудь это и будет возможным. Ну, ладно, поскольку живем, увидим, как говорится. Сергей Ильич, а вот у меня еще такой вопрос тоже, ну, касательно карьеры, касательно вообще развития музыканта. Тоже мы обсуждали неоднократно, что многие пианисты, ну, опять же, там, сольный формат, камерный формат, все понятно, что любое преломление нашей профессии, там, преподавание, тоже все ясно, зрение одной цепи. Но многие люди с течением времени, например, начинают заглядывать в этот ящик Пандоры с дирижированием, потом думают, там, о продюсерской деятельности, то есть, как, ну, еще какой-то дополнительной опции к тому, чем они занимаются. Обычно это объясняется тем, особенно продюсерскую, что все-таки мы вращаемся в мире музыкантов классных, и хочется как-то объединиться, создать что-то свое. Вот у вас были когда-нибудь такие мысли, желания, нет, никогда, совершенно, нет, по части вот этой организаторской деятельности, нет, нет. Ну, я припоминаю один случай, что я организовывал, никогда бы не припоминал. Нет, я вспоминаю наше докарантинное трио, я не буду называть всех участников. Ну, нет, ну, как бы, на самом деле, почему? В плане креативной организации у каждого, на самом деле, что-то? А, да, да, конечно, да, теперь я понял, да. Но это тоже, это были только какие-то наметки, все равно. Посмотрим, если дальше все это вообще выпалывать, тогда будет немножко иначе, конечно. Нет, что касается, дирижирования нет, никогда. Что касается каких-то продюсерских дел тоже. Хорошо. А что касается композиции, я просто пропустила эту историю, тоже я ее не знаю. Нет, но это же надо вообще уметь, это же надо как-то чувствовать к этому какую-то склонность, этим нужно, как минимум, этим нужно болеть, даже если ты пишешь какую-то совершенно швахинею, да, то этим нужно быть настолько, настолько быть тоже увлеченным этим, чтобы вот тебе это не давало покой ни днем, ни ночью. Тогда да. Наверное. Нет, я согласна. А что там уже дальше современники и может быть какие-то потомки, они что-то там поймут или не поймут, да, но это должна быть какая-то такая невероятная просто сила в этом увлечении. Хорошо. А вот, допустим, такая опция, как джаз, импровизация, то есть к этому тоже по-разному очень относятся. Ну вот, как по вашему вообще, по вашему ощущению, вы любите джаз? Давайте спросим. Нет. А ну тогда других вопросов тоже нет. С вами очень легко разговаривать, но на нет и суда нет. Нет, как-то я бы совершенно никогда никакой склонности. Хорошо, Сергеевич, но я все равно, я не сдаюсь, видите, у меня вопросы не заканчиваются. Как вы считаете, вот эта вот ситуация, в которую мы попали, ну вот у вас есть определенные чувства и эмоции, отношения к этой самоизоляции, вообще, мы уже проговорили, что это своего рода война, да, и ничего в этом такого, в общем, смешного нет. Вот если бы я вас, как музыкант, попросила бы назвать несколько произведений, которые вас ассоциируют с этим периодом, то что бы это было? Какое творческое задание. Ассоциируются или которые вот сейчас меня занимают? А можете и то, и другое. Сначала те, которые ассоциируются, а потом те, которые вас занимают. Ой, как-то трудно вообще сказать. Не ассоциируется ничего совершенно точно. У меня так получилось, что, ну, это нужно, конечно, рассказывать, потому что мы должны были 22 февраля с Ириной Васильевной Бачковой играть концерт в малом зале, вот, и там была чудесная программа, и вот за неделю до концерта концерт поменили, и потом через 3 дня едва сильно не стало. Поэтому у меня вот это вот все, конечно, большей частью оно как бы продолжалось, потому что нота на рояле, потому что как-то это все до сих пор понять я не могу, поэтому вот эта вот программа, она некоторое время во мне сидела. Потом вот стал сидеть тот самый наш проект, который был нормальным. Да, правильно. Вы мне как будто в статусе приподняли, да? А потом всякого разного много. Не могу сказать, что что-то там ассоциируется с чем-то. Не могу сказать, что я такое специально слушаю. Что-то бывает привязывается, безусловно. А вот из таких музыкальных guilty pleasure, то есть из того списка, который вы очень хотели бы сыграть уже давно, но все вот никак, то состава нет, всегда есть какие-то оправдания, что-то не складывается. Какое-то такое камерное сочинение, которое да, но пока что все руки не доходили. Но очень хочется. Я хотел сыграть ту программу, которую мы готовили. Идеальный ответ для любого музыканта. Ваше любимое произведение, то, что вы сейчас играете. Совершенно я как-то очень хотел ее сыграть, Андрюша на это что-то уговаривал, и как-то не уговаривался, уговаривался, совершенно не нужно было. Вот это мне очень хотелось сыграть. Я вас поняла. Из таких вещей, которые хотелось бы сыграть, но руки не доходят, состава нет и так далее, наверное, квинтеты. Потому что с большими составами мне не очень везло, может быть, опять же, по части просто людей, которые были рядом. Поэтому я это все изнутри хорошо очень знаю, но играть не играл. Вот там не Дворжик не играл квинтет, не Брамос не играл квинтет, тут надо бы уже все-таки разучивать. Да, кстати, к слову, вы недавно с Владимировичем Бальшкиным общались на тему квартетного нашего. У нас другой мэтр по квартетам, который отдувается за всю лофт филармонию, как бы, ну и, собственно, еще Анна Янчишина, естественно. Вот они поставляют мне квартетистов, и я все поднимала вот этот вопрос и говорила, ну вы просто обязаны их отправить всех на конкурсы своих звезд, потому что, ну, они должны оставаться в этом формате состава, ну, квартета, потому что пощадите, с кем же вообще играть большинственные составы, потому что там же нужно не вот это не по единицам набирать, ну что я вам рассказываю, все понимаете, да, должно быть абсолютно, так что я к чему сейчас говорю, что может быть вот уже со дня на день будут готовы квартетисты, и мы сыграем тогда квинтет. Да, а почему нет? Да, и, кстати, вот у меня сейчас должна была как раз играть команда, в мае у меня планировался целый марафон, посвященный конкурсу Шопена, но такого конкурса Шопена перенесли на год, соответственно, это молодая команда энтузиастов струнный квинтет, для того, чтобы сыграть в камерном составе по два концерта Шопена за ветер, это все тоже перенеслось. Ну я просто к тому, что это вот тоже такая молодежь, которая сейчас уже на четвертом-пятом курсе, вот они уже практически выросли, и я надеюсь, что они тоже останутся этим составом, мы тоже живем и увидим, так что будут люди, с которыми, наверное, можно это будет просто оплатить. Ну, очень здорово. План это наполеоновский, да, Сергей Юрьевич, а почему у вас никнейм 704, почему 704 это год рождения? Я вот что, с ума сошла? Безусловно, год рождения. А, кстати, знаете, что 704, тоже мы сегодня с Имануэлем обсуждали, он, когда она сказала, что типа никнейм Воронов 704, а он говорит, странно, что не Воронов 666, ну потому что как бы три цифры, или что? Меня демонически воспринимает, я вроде бы... Да нет, мы просто смеялись, ну что если три цифры, обязательно должно быть 666. Ой, я не помню, как возник этот самый ник, просто как-то он так выплыл, я не стал изобретать велосипед, не стал выдумывать что-нибудь там такое, вот, все, 704, значит 704, и поехали дальше. Ребят, я считаю, что нужна, это я аудиторию говорю, обязательно попросить Сергея Юрьевича не удаляться из Инстаграма, остаться здесь с нами, постить фотографии, вот здесь очень много контента. У вас очень интересный вообще, да, и так прям много народу, прям впечатлений, чтобы погулять пошел. Нет, ну правда, слушайте, слушают с большим удовольствием, и потом я эти онлайны выкладываю, у меня же сериал, который называется Midnight Loft Online, и соответственно, это все уже завтра будет на Ютьюбе для широкой аудитории, так что все не просто так. Но я не остановлюсь, я не остановлюсь с вопросами, мы возвращаемся к теме. Вот смотрите, опять же, каждый из нас артист, и каждый как бы учился там у разных преподавателей, ну какие-то разные приемы вообще отношения, да, к любой теме по нашей деятельности. Вот глобально, как по-вашему, вот это район свои какие-то ощущения, вот быть артистом? Что это значит, и какие основные качества вот вы в себе как бы культивировали для того, чтобы им стать? Ой, ты записал меня в артисты. Ну да, кто вы? Вы артисты. Ну, наполовину скорее. Ну это вы придумываете, это не наполовину. Если играете, значит артист. Скорее играющий тренер. Ну, не знаю. Тут нужно все-таки. Какие качества? Да. сложный вопрос. Прямо-таки сложный вопрос. Я старалась. Прямо даже вот поставила меня в тупик. Ну, вы можете подумать пока что. Я задам другой вопрос. я думаю, я думаю, что какая-то прежде всего, наверное, честность. честность, которая касается просто отношения к процессу подготовки, наверное, к выступлению. Я согласна. А это очень много всего. Это и адекватная какая-то оценка собственных возможностей и состояние, скажем так, и формы на данный момент, и каких-то внутренних запасов и желаний. Вот, наверное, это все должно в итоге выдать какую-то гармонию. Так я думаю. Я думаю, что вот из этого складываются самые удачные какие-то творческие проекты. В эту честность входит и время, которое тратится на подготовку. Его тоже должно быть ни много, ни мало. Все должно как-то случиться. Все должно как-то совпасть. Наверное, так. Вот. Ну, в этих словах я полностью вас узнаю, ваш подход. Нет, серьезно, но не убавить, не прибавить, как бы все, кто учились у вас, не дадут совпадать, что так и есть. Это вот, по-моему, вот эти слова, они в любом случае были завуалированы в каждом уроке, в каждой рекомендации. Ну, то есть, это вот я по моим ощущениям говорю, но сейчас каждый подпишется под моими словами, а я вам говорю, 200% гарантии даю. Вот. Давайте еще глубже впустимся. Значит, мотивация. Вот мотивация самого себя, только не говорите дедлайн, потому что это самый популярный ответ. Все-таки, чтобы себя мотивировать, быть в форме, быть в тонусе, знаете, как с места дать метровку и победить. Что нужно, какая у вас мотивация? Мотивация для чего? Для занятий? Для занятий, допустим, да. Для того, чтобы не засохнуть, не потерять форму. Ну, а как это вообще? Я не понимаю. Странный какой-то вопрос. Нет, ну почему? Это образ жизни, я понимаю, но иногда как бы, ну лень же тоже случается, будем называть вещи своими именами. Вот как избежать лени? Никак. Она должна присутствовать в какой-то момент обязательно. А, вот так вот. Конечно, безусловно. Это был сейчас удар под дых. Почему? А почему, собственно говоря, нет? может быть лень для того, чтобы потом лень проходила, и чтобы были периоды какого-то такого полноценного включения в дело. Это все-таки лучше, чем если есть какое-то такое вот вялотекущее состояние. Аня написала, о, спасибо. А Лобра написала, никак смеется. Но видите, как бы ваши ответы, они реально собирают популярность. Нет, просто здесь нужно как-то правильно понимать, та, что... И, знаешь, я сейчас уже не могу... Меня тут ребенок упрекал, что ты давно не занимался. Вот. Да, а поначалу, когда карантин начался, я как-то занимался, даже, может быть, усиленно как-то так вот складывалось. Я понимал, что вот те самые несчастные там несколько, да, там, пару часов, на которые я ухожу из этого всего, из этих всех вот постоянных новостей, а вот там заболели, а вот там увезли, а вот там вот смотри, а смотри, к подъезду приехала скорая, оттуда вышли люди в скафандрах, а смотри, кого они оттуда выносят, боже мой, давайте вообще сейчас окна законопатим. Вот. Я понимал, что это такое счастье, что это так здорово. Я тоже самое чувствовала, да. Я этого не очень могу как-то вот так понять, собственно говоря, о чем вопрос. у меня было одно из самых счастливых, наверное, вот лет, то есть сезонов летних в моей жизни, когда мне нужно было за лето выучить одно сочинение. Форельный квинтет. Там остальное повторять и по осени не играть. Вот. А вот форель была новая. Это было такое счастье какое-то вот невероятное, когда можно было медленно, спокойно, и вот так вот как-то благостно это все, просто и заниматься. Без всяких дедлайнов, без всяких гонок, без всякой вот этой вот привязки к какому-то такому вот времени. Да, вот у меня через два дня репетиция, да, я вот скотина не знаю еще пять страниц. Нет, это, наверное, что-то плохо. Ну, это нехорошо в любом случае. Хорошо. А вот, знаете, у меня такой тоже достаточно странный вопрос, но это вот случается, ну, так, судя с этим людям, с которыми я оперически общаюсь, с пианистами. Вот смотрите, ситуация такая. Бывают такие пианисты, солисты, которые совершенно, ну, здравствует дерево в камерной музыке, при том, что они очень хорошие солисты. Но с ними что-то не так, то есть, как бы, они сознаются в том, что им очень некомфортно, когда они не контролируют процесс, ну, как бы, целиком. То есть, светлая голова, прекрасный уж, реально хороший пианик. Но сознаются, что вот в камерном ансамбе себя не ощущают. Вот были ли у вас, ну, как бы, на память какие-то случаи, вот в классе именно стольного фортепиана, вот такие, вот клинические, когда человек мог быть хорошим солистом, но при этом совершенно плохим, ну, как бы, и же плохим, вот как бы, ну, как бы, всячески отталкивать себя от камерной музыки, не понимать ее и избегать ее играть. Я думаю, что, конечно, ответ, потому что сама Версаладзе, как бы, играет много камерной музыки, не любопытно. Нет, я могу сказать не только про классы Лицо Константина, про ЦМШ могу сказать. Да, есть такие люди, есть такие, дети такие, безусловно. И что с ними не так? Ничего с ними не так. Сейчас я могу сказать про нынешнее поколение, потому что все-таки я уже в ЦМШ уже почти 20 лет преподаю, что сейчас это да, кошмар, ужас вообще. 20? Повадно. Сколько получать? Нет, я, конечно, приврал, 18. Сейчас, подождите, я должна посчитать. Не надо считать, это лишнее какое-то. Я не считаю. Я не могу ответить, потому что мы с Алисой так разговариваем, вот я тут, да, вот Ловра меня уже позвала сыграть к себе на фестиваль Квинтета, который вот сердце мне там будет на тот момент просить, и все, я уже просто счастлив. Не, на фестиваль Кловры поезжайте, да, мы с ним даже уже обсудили наше сотрудничество. Все, обязательно. Так вот, сейчас я могу сказать, что это дети, которые перегружены, на мой взгляд, опять же, в конце концов, да какое-то свое мнение, наверное, право имею. Дети, которые перегружены концертной жизни. дети, которые перегружены тем, что они вынуждены делать, наверное, именно по концертной части. Я не имею в виду учебную часть, потому что, конечно, учебная загруженность и учебная какая-то такая вот гонка в классе специальности, она может быть и должна быть, наверное, очень серьезной. Вот. Но много всякого такого лишнего, что немножечко им мешает камерный музык тоже, в конце концов, проходить. Это очень даже неплохо. Ну вот просто, понимаете, я тоже для себя не могу найти какого-то правильного ответа, потому что вот есть пианисты, как бы концертирующие, да, вот как и Лисо Концертивно, да, которые играют там с оркестром, сольно, камерным, как хотите, да, вообще-то, ну, такой просто мультитаскер, и она всячески подсеркивает, насколько важно играть камерную музыку. Да, вот ее случай возьмем, и, допустим, абсолютно противоположность там тот же Григорий Соколов, который вообще не играет камерной музыки, да, и при этом, ну, его обсуждать, это как бы, да, тут ничего не надо говорить, все все понимают. Вот почему так бывает, и как бы, что же правильно как бы из этого? То есть мне всегда казалось, что камерная музыка настолько, ну, органично, как бы, она настолько развивает личность, что как бы даже вот уйти от нее, если однажды к ней пришел, а ты к ней в любом случае пришел, потому что это, ну, как бы, предмет, да, это какая-то, ну, даже, скажем так, вынужденная мера, да, в рамках обучения, то есть ты никак не можешь миновать этого предмета. То есть уже один раз прикоснувшись, ты уже не сможешь от этого отказаться, но получается, что это не так. Вот к какому ваше отношению? Ну, история знала. Во-первых, я думаю, что по части Соколова, наверняка Соколову этот вопрос задавали там пару сотен раз, наверное, почему он не играет камерную музыку, и все такое. Я не знаю вообще, что... Ну, это был просто как пример, просто это на их примерах я вам покажу, да. Это был очень яркий пример, конечно, а если взять пример того же самого Сафраницкого, который не играл ни с оркестрами, ни камерную музыку, я вот сейчас, кстати, книжку у меня лежит, вспоминаю, Сафраницкого, вычислил, почему он перестал играть с оркестром, потому что забыл или ошибся, убежал с эстрады и все, и все до сих пор. Ну, это психологическая травма. Психологическая такая травма, значит, да. Ну, опять же, если мемуаристу верить, то вроде бы так. Разный какой-то творческий уклад у человека может быть. Галина Сергеевна, наша с тобой любимая, дорогая. Бывает ведь так, что какие-то такие вот ключевые, важнейшие фразы, которые западают на всю жизнь, они как-то так вот мимоходом вот раз, пролетело, да, а ты потом с этой фразой ходишь очень долго. Как-то мы что-то обсуждали, и вот она мне говорит, ты знаешь, имея в виду камерную игру, игру на сцене, вот я так люблю вот это вот поговорить. Все. Для меня, собственно говоря, камерная музыка, она вот в этом и заключается в основном, потому что это какое-то такое общение. Да, да, диалог. У меня тоже, я не могу без этого. Играешь, когда это какая-то репетиция, да, вот это, именно поговорить, вот лучше этого слова, наверное, не подберешь. Да. Вот и все. Если есть какая-то такая потребность, вот именно в такой форме, да, творческого самовыражения, человек играет камерную музыку, если нет, значит не играет. Наверное, так. Так я, во всяком случае, бы рассуждал. Хорошо, а вот еще такой вопрос, смотрите, у нас, мы уже затронули немножко систему нашего образования, как бы, я услышала ваше мнение, как бы, мне тоже очень во многом близка эта система, я считаю, сильной. А вот все-таки то, как это происходит за рубежом, вот когда на каком-то этапе, на этапе, там, той же аспирантура, да, человек уже выбирает одно направление, там, на мастере, ну, идет, допустим, по камерному ансамблю, вот, не лучше было бы, если бы в консерватории был бы тоже, вот у нас выбор какой-то такой, алионозападный манер, или нет. То есть, для этого нам нужно было бы на старших курсах оставлять камерный ансамбль как дисциплину тире специальности. Ну, да, наверное, ну, как бы, это такое, знаете, рассуждение тире фантастика, да, ну, скорее всего. Ну, мы же, собственно говоря, это имеем в аспирантуре. Может быть, просто эту аспирантскую часть тогда нужно как-то было бы увеличивать. Наверное. Потому что тот специалитет, который сейчас мы имеем, он хорош. Нет, его как бы трогать, естественно, нельзя. Я имела в виду дальше, да, как бы, что как-то они умудряются что-то добавлять какие-то там, ну, во-первых, у них есть одна магистраль, достаточно узкая, то есть, если камерный ансамбль, это камерный ансамбль, и сопутствующие к нему предметы, там уже они как-то берут по желанию, учатся то количество лет, которое там необходимо, при этом нет особо каких-то там тезисов работ, хотя, может быть, и есть что-то наподобие ВКР, такое у нас, ну, в аспирантуре. Ну, в общем, идея в том, что просто у них получается более узкое, более профильное образование, которое потом, ну, как следствие, легче применимо в плане, там, поиска и нахождения работы как таковой. То есть, идея именно в этом, что вот просто, тут даже часто в онлайне вверхали вопросы, вот как решить, ну, совершенно нерешабельный вопрос за счет того, что человек заканчивает консерваторию, он совершенно не понимает, как он может применить свои, ну, вот профессиональные навыки, потому что у него, допустим, четыре там, или сколько уже профессиональных, прописано в красном беконе, и что он должен идти и делать. Я, по поводу зарубежных систем образования, я не материале совсем, этого сказать не могу. Что касается увеличения вообще, вот, какой-то профессиональной одной строки, почему бы нет, да, наверное, это было бы правильно. Просто должна быть, ну, это тоже какая-то вещь совершенно, которую вот бабушка на лавочке может сказать, да, должна быть совершенно понятная и простая система трудоустройства, возможности какой-то трудотворческой реализации, вот и все. У нас много. Вот, поэтому вот, а потребности, в принципе, наверное, можно сказать, в государство, хотя, это слово не очень хотелось употреблять, да, они остались, они не настолько выросли, так я думаю. То есть, вот, процентом соотношения это увеличилось не так, что это стало покрывать, или, скажем так, растворяться одно в другом. Какой-то стал образовываться остаток, который вот стал, увы, для некоторых остатком. Наверное, так, может быть, здесь я и не прав. Ну, еще, еще такой у меня вот последний, тоже очень серьезный вопрос, который мне не дает покоя, видите, как много мне он не дает покоя. Вот в филармонии, да, есть солисты, да, в филармонии. Может быть, рекламу какого-нибудь такого там, я не знаю, там, Персен. Успокоит, да? Да, успокоит. И все. ну, я извиняюсь, что как бы я... И монетизировать канал, опять же, ну... Я последую вашему совету, потому что, если вы мне уже говорите, значит, точно пора. Нет, это шутка, что-то было. Да, ну, это, конечно, шутка, мы же все занимаемся чистым искусством, тем более, это тоже на правах рекламы консерватории уже разозвучало. Ладно. Так. Так, сейчас я слезы вытру, а то я прям уже от смеха плати. Короче говоря, вопрос серьезнейший. Смотрите, в нашей филармонии. Сейчас у нас за это отключено. В лофт или в московской? В МГАФ, в филармонии. Мне в лофт. Значит, ситуация такая, что есть солисты, есть там фиксированные, ну, не фиксированные, просто оркестры, да, симфоистские оркестры, камерные оркестры, ну, какой-никакой хор, какой-никакой там, я не знаю, танцы, шмансы и так далее. Все, что угодно, короче говоря, кроме камерных ансамбров. Как такое могло произойти? Кто виноват? Как с этим жить? И так далее. Вот такие вот вопросы, как бы, как вы думаете, можно ли повлиять на эту ситуацию? Вопрос вообще-то неправный. Я просто хочу, ну, как бы, реально тоже поставить этот момент ребром. Почему вообще-то такая у меня тоже опыта в голове возникла? Потому что, ну, смотрите, квартет там имени Бородина, квартет там имени Бетховена, да, там, сейчас составы там, я не знаю, ну, не хочу называть, назову, квартет имени Глинки, не хочу называть, назову там, квартет имени Костях и так далее, так далее. Есть еще там дуэтные единицы, трио там и так далее. То есть люди, нормально этим функционировать и зарабатывать, ну, в известной степени, да, может быть, совмещаясь преподаванием, может быть, совмещаясь, не знаю, с оркестром, уже кто во что город. Но просто, чтобы хотя бы физически эта опция была. Потому что я уверена, что, вот, если бы это существовало, ну, послушайте, ну, разве вы бы, допустим, этим не занимались, там, ну, каким-то, не знаю, каким-то человеком, каким-то составом, с которым вам было комфортно, да, у нас просто этого нет. Каково ваше к этому отношение? Насколько, по вашему мнению, это утопическая идея в моем исполнении? Частично. Частично утопическая. Объясню сейчас, почему. Потому что, если речь идет о квартете, да, это какая-то самостоятельная совсем единица, которая, я думаю, что, разве не имеет отношение к филармонии нашей крупной квартеты? Какое не имеет отношение? Не знаю. Какого? Абсолютно. Нет? Нет. Но вот это вот какая-то такая отдельная область вообще музыкального исполнительства, которая, да, действительно, да. Если говорить о трио, уже, наверное, сложнее с этим, потому что таких ансамблей меньше. И здесь, скажу я так, опять же, у нас был сегодня такой пассаж и был такой поворот, да, про камерный репертуар и про исполнителей, кто как ходит на концерт. Да. Да? Если три замечательных солиста задумают сыграть трио, получается, получилось у меня почти как по басне. Да? То у них это получится. И на них пойдут. Ну, будет ли это тем самым камерным ансамблем? Или это будет три разных самолета, три разных репетиции? Нет. Не всегда, не всегда, но будет. Но не всегда. Нет, ну просто я... И с другой стороны не всегда. Наверное, так. Некоторые имеют статус коллектива филармонических филармонических, но там три состава. Аня, там три состава. А я говорю о том, что никого туда не берут вообще, в принципе. Даже в солисты филармонии в России, Господи, попасть, ну это будет очень кощунство с моей стороны проще, чем попасть на филармонические ансамбли. Ну, значит, камерная, значит, потребность в этом камерном репертуаре, который наверняка тоже... Слушай, это какой-то разговор, здесь нужно понимать, о чем говоришь, а я не очень... Здесь тоже, наверное, материаль. Потому что ведь наверняка выстраивается репертуарная политика сезона. Правильно? Ну, вы слишком хорошие у них мнения. Нет, на самом деле, конечно, нет, конечно, есть какая-то логика, конечно, есть какое-то количество предприятий, но, знаете, ладно, это на самом деле вопрос, на который никто не знает ответов. Вот, я к чему говорю-то? К тому, что, значит, это количество камерных, стационарных каких-то составов, оно всех устраивает. Значит, он покрывает эту потребность, которая есть, допустим, у публики. Вот и все. А все остальное возникает вот такими антрепризными вещами, наверное. Дополнительные. Это вы назвали сейчас. Это, например, ну, я не могу назвать какие-то выступления в крупных составах сотрудничеством постоянно. Бывает, что приезжает какой-нибудь, что есть какой-нибудь квартет, к которому приезжает пианист. Нет, ну, хорошо. Это тоже в какой-то степени антреприза, правильно? Совершенно верно. Подождите, тут все правильно. Тут сложно как бы с вами как-то это оспаривать, но все-таки я попытаюсь. Когда вы упомянули трио, да, и те же самые дуэты, или какой-либо другой состав, хоть тот же квинтет, хотя это квартет плюс один, да, тот же, может быть, фортепианный квартет возьмем. Да, давайте с ними вот сейчас поработаем. Вот есть конкурсы, на которых вот такими фиксированными составами люди дают премию. И что делать, когда, допустим, такая ситуация повторяется? Получается, именно эта троица, она хороша, то есть, как бы, ну, они достойны быть той самой единицей, ведь три очень много, и играть, не переиграть, и они не могут учесть всю жизнь. То есть, у меня вот вопрос именно такой, что, имея такие исключительные ситуации, и к ним, кстати говоря, имеют отношение наши российские игроки, но ведь, действительно, может быть, когда-то там не было этих конкурсов, да, сейчас они уже появились, и люди выигрывают, то есть, им сейчас уже прилично речь на поле, как бы, они, ну, вот, вашего возраста, моего, между нами, да, в этом возрасте, то есть, но все равно, даже желая сохранить эти единицы, и действительно, будучи достойными, они не имеют возможности этого сделать. Ну, потому что филармонии просто, ну, почему-то нет такой вот опции, нельзя поступить, ансамбль. Ну, значит, нет такой опции, значит, нужна какая-то еще, наверное, филармония, которая будет их, возьмет под свою кровь. Да, тема, действительно, она была нужна, та самая филармония. Нет, просто я не могу понять эти логики, я просто говорила так к тому, что мне бы очень хотелось тоже вот, если когда-нибудь получится, предложить эту опцию, пусть это даже эпическая идея, но я хочу, чтобы вы мне объяснили почему-то снизу, потому что я не понимаю. Нет, просто по части жанров именно это вот так. И, наверное, все-таки, и все-таки филармония, наверное, это тоже отчасти и... А у нас закончился час, это очень сложно поверить, у нас 19 секунд, 18. Ужас. А что сейчас будет дальше? Ну, у нас сейчас переподключится окно, нужно будет выйти и договорить. Бах! Сейчас встречаемся. А мы же переподключались уже, потому что там у нас, наверное, у нас же были перебои. И еще разок. У нас сегодня очень интересный онлайн, потому что, во-первых, нас постоянно переподключают, но это не самое интересное в этом онлайне, а самое интересное это как раз то, что разговор очень интересный, очень крутой. Так. Сейчас, ребята, сейчас мы вас отправим уже спать. Я понимаю, что вы хотите спать, но мы же абсолютно неугомонны. Сергей Юрьевич, вас, наверное, надо будет уже скоро отпускать. Нет, я как-то так, у меня Новый год продолжается так хорошо. Нет, а вам понравился этот полуночный формат? Очень понравился, да. Супер. То есть, это у вас первый онлайн, но я думаю, что не последний. После того, как мы с вами пообщались, я думаю, сейчас вам посыпятся приглашения уже в другие окна. пока со всеми своими учениками не поговорите. Я тут вообще вижу таких учеников, которых, да, и таких людей, которых я вообще, я думаю, надо же вообще, что бывает в жизни. Так вот, что касается принадлежности к филармонии, вот на этом мы остановились. Филармония, это ведь, как я понимаю, это тоже какой-то магазин, правильно? Который должен понимать вообще, будет он функционировать дальше или нет? Но когда в магазине, хорошо, я вашими терминами сейчас отвечу, когда в магазине три футболки, это такой себе магазин. Но почему три футболки? Ну, может быть, там какие-нибудь, я не знаю, вот супер-пупер три футболки. Ну, даже когда это супер-пупер три футболки, ты всего лишь три. Себе футболки. Ну, с другой стороны, филармония не может превратиться в какой-то такой аутлет. Какими вы терминами оперируете? Ну, ладно. Вы креативный человек. Не было ни в коем случае перебора какого-то. Вот так, я думаю, что... Знаешь, вот Катя Мечетина сказала очень одну, в общем, вещь, с которой не поспоришь. Тот, кто на сцене должен быть, тот на сцене будет. Это касалось каких-то там разговоров после конкурса Чайковского, вообще какие-то конкурсные были с ней беседы. Или какое-то это было интервью в какой-то газете, что я читал где-то год назад, наверное. Совершенно справедливо. Все равно человек вот эту вот свою реализацию, тем более сейчас, когда для этого откровенно каких-то препон нет, он, наверное, все-таки придумает, как быть. Ну, у нас будет возможность это проверить, насколько это правдивые слова. Я всегда пытаюсь опытным путем, знаете. Филармония, белая дача, это прекрасно. Мега-филармония, да. Ашан, ашан-филармония. Ну, ладно, вам смеяться. Да. И прекрасный по своей понятности категории нам написали. Сергей Юрьевич, ну, давайте из вот этого сложного водоворота вопроса вернемся к простому человеческому. Ну, во-первых, у меня за время самоизоляции, я же говорю, не могла сидеть на месте, креатив не заканчивается, руки просили работать. Я решила создать онлайн поваренную книгу рецепты от музыкантов. Так. Вот скажите честно, что у вас, какие у вас бестселлеры по приготовлению пищи на карантине? Ой, ты знаешь, у меня сломалась духовка. Это ужасно. Это ужасно, вообще невозможно совершенно, поэтому вот ничего печь вот этого всего вот я не могу, а это я люблю, умею и вообще делаю. То есть вы как бы пока кондитерские вот эти штучки. Я вот эти все вот эти вот сосиски нет. Я вполне себе полноценно питаюсь. Невероятно. Я здесь сижу один. Вот. А можно не спросить вопрос, а почему вы не предпочли дачу как бы с хорошим воздухом со свежим? Потому что мы бы не разошлись с компьютерами. А-а-а. Потому что у ребенка идет учеба со всеми полноценными конференциями, зумами и всем прочим. У жены идут студенты, а у меня идет ворох и занятий, и всяких разных вот этих вот бумажных дел. Я поняла. Потому что отдел у нас большой, и это все в общем вот до ненавнего времени приходилось разгребать изрядно и помногу очень. Я поняла. Поэтому вот так. Поэтому я там побывал какое-то время, но сейчас понял перед экзаменом, что мне нужно, конечно, посидеть здесь. А вот, кстати говоря, вопрос тоже такой наболевший. А отпуск-то будет в обычное время у преподавателей или неизвестно? Наверное. Конечно. Про что там пишут? Про ОГО. ОГО, я не знаю. Это Юлия Забавникова подключилась к нам. Просто у меня первая моя ученица в первый год моей работы в школе была в Верустиния Щур, которая потом вышла замуж за Илью Овчинникова. Теперь она Щура Овчинникова. Сейчас живут в Болгарии. Она запустила свой кулинарный канал. Вот. И несколько там штук семь, наверное, восемь рецептов было. Вот я сегодня вот суп варил по ее рецепту. Болгарский чечевичный суп. Ух ты. Да. Очень даже неплохо. А, я думала, вы вместе все на даче написали вам. Нет, мы не все вместе на даче. Понятно. Сергей Ильич, а вот еще такой вопрос, как бы тоже музыкальный, но не совсем. Какие другие жанры, кроме академической музыки, в СБН слушаете? Угу. Вообще ничего. Нет, вообще? А классическую музыку много слушаете или нет? Нет, не могу сказать, что много слушаю. Ну, это, кстати, неудивительно. Хотя тут тоже лагерь делится четко надвое. Кто-то говорит, что постоянно, просто онлайн, а кто-то говорит вообще не слушаю. Нет. Нет, нет. Так что онлайн не могу сказать. Вот Леня меня поддерживает, чечевица эта тема. Да, это вообще прекрасно получилось все. Она большая молодец, потому что у нее очень красиво все это получилось, так что я еще сейчас прорекламирую заодно. Ну, правда, очень здорово. Все выходит, конечно. Вот. А из такого, что кулинарный рецепт какой-нибудь? Ну, спрашиваю, я не знаю. Нет, ну, подождите, вот вы печете, вы сказали, а что вы печете? Какие пирожные? Ну, всякие там, да. Торты всякие, печеньки в том числе. Слушайте, ну, давайте такое прямо вредное, давайте нам какое-нибудь такое, ох, прям шоколадное что-нибудь. Вредное шоколадное? Брауни. Вы умеете печь брауни, о боже, о господи. Вот я не умею печь совершенно, уже весь онлайн в курсе моих ужасов, но тем не менее. Не представляю, знаешь, так получилось, что у акушерки, которая принимала нашего за женой ребенка, ее сын родился с моим Гошей тоже в один день, вот, и в разные только, естественно, годы, вот, и он стал в том числе кондитером, вот, я вытяню его рецепт, вот он здесь, в Настакаме здесь есть, вот, брауни, и в прошлом году делал, и прям с первого раза получилось, и все, и бомба была. Очень здорово. Понятно. Да? Ну, хорошо, хорошо, мы за вами оставляем местечко, как бы, в этих десертах на последней страничке, значит, нашей поваренной книги, я у вас потом спрошу рецептик, я поняла. Сереж, ну, и давайте вот, наверное, последний вопрос, вот такой очень тоже крутой, вот что вы сделаете первым делом, когда вы выйдете с этой самоизоляции, когда скажете, все, свободное, вот ваши действия? Я думаю, что я ничего специально делать не буду. Вообще, удивительно, удивительный человек. Прям вот специально, я думаю, что ничего делать не буду. Ну, знаете, вот тоже, вроде глупость, но часто звучало, что люди соскучились, например, там, ну, кофе на вынос, сейчас не возьмешь везде, и особенно, допустим, в тех кофейнях, ну, которые там любимые у каждого свои, да, это целая история, целая проблема. Вот люди скучают по каким-то таким очень простым вещам. Кто-то говорит, ой, не могу, хочу вот там в местность, там, на определенную местность попасть в центр города, там, соскучился, сил моих больше нет, даже снится, там, все это. Вот у вас такого нет? У меня кофейная история дома, всегда дома, я понимаю, что вот это вот как-то, вот как я привык, оно все равно как-то не будет лучше, чем для меня, во всяком случае, чем у меня получается. Вот. Потом, когда, если речь идет о какой-то такой вот еде, где-то, то это прежде всего еда с кем-то. Если обед в ЦМШ, например, да, на работе, то это не просто ради того, чтобы поесть, а просто еще ради того, чтобы просто посидеть и поговорить. Вот еще. Есть такая вещь, конечно. А какой кофе вы предпочитаете? Видите? Теперь Ева атакует. Это очень, очень, очень черный, очень, очень кофе. Без никакого молока совершенно. Американ или эспрессо? Они сейчас у вас добились. ближе, ближе к ристретто вообще. То есть вообще, вот такое напертое, это не понятно? Нет, то есть, приличное количество, но очень крепко. И без сахара? Вот как-то. И без сахара. Теперь, когда мы знаем все ваши секреты. Которого в каковце МШ нет. Вот, 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 вот. Нет, они там могут делать, если попросить, то могут сделать так, чтобы вода просто не доливалась, тогда он более такой крепкий станет. Мы так спрашиваем, как будто собираемся сейчас его прийти. Звонок в дни, да, 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 да. Нет, но мы узнаем вкус, как бы мы еще не знаем, сколько сидеть, поэтому скоро уже будет голубиной почтой будем отправлять, вот, тем людям, по которым мы соскучились. Ребята, ну, давайте отпускать Сергея Юрьевича, потому что лучше мы его еще позовем, вот, не будем мы, как бы, окончательно ломать график, все-таки завтра вам на работу, я так подозреваю, онлайн. Да, конечно. А, кстати, завтра есть работа, нет? Ну, в любом случае, мы не привязывали эту работу к какому-то времени. Запись можно подключить всегда. Я поняла. Ну, это, конечно, плюс огромный. Если какие-то приходишь, просто когда начинаешь решать какие-то организационные вопросы, понятно, что они могут возникнуть и очень рано, и как-то так. Что касается послушать записи, покомментировать, то нет. Сейчас мы, собственно говоря, уже будем формировать, я буду смотреть, что там у нас получается с записями на госэкзамен. Что поделать? Ну, вот так случилось. Понятно. Ну, вообще, для того, что вы рассказали, как бы удивительная история от начала и до конца. Я очень благодарна, что вы приняли участие вот в этом вот нестандартном формате. Надеюсь, что понравилось. Очень понравилось. Потому что мне очень понравилось, тоже было весело, и, по-моему, ребята оценили. Так что спасибо. Спасибо большое. Я не всем тут ответить, не могу просто как-то отвечать на вот эти вот параллельные вопросы, потому что... Ну, конечно, потому что мы увлечены диалогом, и ребята знают, что я периодически игнорирую комментарии. Вот. Ладно, хорошо, тогда спокойной ночи. Вот. Спасибо. захотите еще поговорить с Midnight Loft Online? У нас планируется еще сезон. Вот мы сейчас приняли участие в пятом сезоне, а поскольку у нас сиквел, то герои, они возвращаются с течением времени. Я не очень понял, что мы планируем еще раз бухнуться в карантин. Не надо. А мы пока что не вышли, Сергей Юрьевич, вот в чем дело, понимаешь? Ну, какие-то вроде бы уже там вот это вот, да, вот послабление, что-то там, первая волна, вторая волна, как-то все это начинает вроде как проясняться, небо. Посмотрим. Нет, просто если как бы до пятнадцатого все-таки сидите, и до двенадцатого, это не то же самое, что до первого. Поэтому вы как бы... Не, не то. Да. Ну, хорошо. Ладно, тогда все. До свидания. Ладно. Доброй ночи. Ослабление. Пока. Пока-пока. Ребята, было мощно. Спасибо аудитории за такую мощную поддержку. Ну, конечно, конечно, Сергей Юрьевич Воронов это просто наша суперзвезда и любовь. Ну, кто отрицает? Я просто была обязана. Я ждала пятого сезона, потому что эта встреча на высшем уровне, должна была состояться не вот, не просто так, знаете, делаю там, в каком-то там из сезона, а вот так, чтобы всем запомнилось. Да, огонь. Полностью поддерживаю. Спасибо, ребят. Классно, классно. Все, мы с вами прощаемся до завтрашнего дня, до завтрашней ночи, точнее, в Midnight Locked Online. Новые участники, камбэки наши любимые, так что вы не расслабляйтесь, и давайте, давайте, нужно продержаться до конца этой самоизоляции, потому что мы так здорово всех поддерживаем. Все, пока-пока. Почему вы не отвечаете на вопросы? Хороший вопрос. Будем отвечать, я обещаю справиться. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok